МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Иномарка в кювете". -"Его начало ввести вправо-влево". Что стало причиной серьёзного ДТП в районе? Цветок солнца высотой у 5 метров. -"По пассивной меркой выросла еще на 20 сантиметров". Местный садовод вырастил гигантский подсолнух. Большой праздник маленького города. -"Мы любим людей. Люди любят нас. Праздник. Классно всё". Камским полянам исполнилось 34 года. День республики уже завтра. Где пройдут праздничные концерты и раздадут тысячу порций мороженого. Серебро с золотым отливом. Хоккеисты-реакторы завершили выступление на Кубке мира. Вы смотрите итогов выпуск новостей на телеканале НТР. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Начнем выпуск с серьёзной аварии в Нижнекамском районе. Иномарка на высокой скорости улетела в кювет. Наша съёмочная группа оперативно оказалась на месте происшествия. О том, какие травмы получили пассажиры, узнаете из сюжета. Автомобиль «Опель Корса» двигался из Нижнекамска в сторону Заинска. В машине помимо водителя находилось 4 человека. В какой-то момент недалеко от деревни Сухарева иномарка вылетела с трассы. Как говорят в ГИБДД, водитель не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения. Мы ехали за ними. Перед ними ещё ехала фура. Мы вышли на обгон. Их обогнали. Фуру не успевали уже обогнать. Переди уже пострички машина ехала. Мы начали притормаживать. Он, видимо, уже тоже за нами на обгон выехал. И, увидев, что мы потормозим, тоже начал резко тормозить. И его начало вести вправо-влево. И ушёл. Большинство водителей, которые находились рядом в момент аварии, не могли проехать мимо. Люди ещё до приезда скорой помощи. И спасатели начали помогать пострадавшим. Его закрутило и в кювет выкрутило, получается. Тут мы подъехали, мимо нас он проехал. И получилось, что помогали открывать капот, вытаскивать людей. Вызывала скорую, что сказать не знала, как сказать, как объяснить. До сих пор потрясает немножко. К месту происшествия прибыли две машины скорой помощи. Мужчины отделались ушибами. А сильнее всех пострадали девушки 66-85 годов рождения. Девушки были экстренно госпитализированы. Известно, что одна из пострадавших находится на восьмом месяце беременности. Александр Комаров, Рафаэр Акипов, Новости НТР. Огненное пламя и черный дым, которые струились из факельных установок Нижнекамск-Нефтехима в выходные, напугали жителей набережных Челнов. В интернете появились десятки фотографий с настороженными комментариями. Как нам сообщили нижнекамские экологи, жалоб от горожан не поступало, потому для тщательного анализа специалисты не выезжали. Также известно, что автоматические системы контроля воздуха превышений показателей не зарегистрировали. О причинах возникновения такого сильного пламени не сообщается. Налогоплательщикам дали еще один месяц. Срок уплаты всех имущественных налогов, земельного, транспортного, а также налога на имущество физических лиц перенесли на 1 декабря. Уплата будет осуществляться двумя способами. Через личный кабинет налогоплательщика или на основании уведомлений, которые нижнекамцы получат не позднее 1 ноября. Правила исчисления и уплаты земельного и транспортного налогов в этом году не поменялись. А вот налог на имущество физических лиц будут рассчитывать, исходя из кадастровой стоимости объекта. Есть и еще одно новшество. Получившие доступ к личному кабинету налогоплательщика получат налоговое уведомление в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика. На бумаге налоговое уведомление налогоплательщикам, у которых есть доступ к личному кабинету налогоплательщика, направляться не будут. То есть, если есть необходимость получения налогового уведомления на бумажном носителе, налогоплательщики, которые пользуются личным кабинетом, необходимо налогоплательщикам до 1 сентября 2016 года направить соответствующее извещение в налоговый орган через личный кабинет налогоплательщика. И в дальнейшем ФНС России планирует также извещать налогоплательщика только через личный кабинет. Стали известны причины, почему несколько дней не работала иллюминация на телевышке и светомузыкальный фонтан. Оказывается, в связи с приближающимся днем республики на телецентре идут пусконаладочные работы, и готовится новая композиция. До завтрашнего дня иллюминация включаться не будет. А вот светомузыкальный фонтан был сломан. Неизвестные вырвали форсунки и определенные детали, необходимые для работы конструкции. Сейчас ее починили. Нижнекамцам нужно привить правильную культуру отдыха в общественных местах. Об этом сегодня, на деловом понедельнике, говорила заместитель мэра Эльвира Далатказина. К сожалению, после празднования юбилея города, новые объекты пострадали от рук нерадивых нижнекамцев. В парке семья попытались испортить пешеходный фонтан. На месте, где с водой играют маленькие детишки, недавно прыгали взрослые мужчины, отчего конструкция погнулась. Также от рук вандалов пострадали светящиеся шары, на которых нижнекамцы оставляют различные надписи. Несмотря на то, что такие красивые объекты мы сдали, к сожалению, есть немножко ложка вегтя в том, как нижнекамцы относятся к таким новым объектам. Это, конечно, единицы. В целом, сами горожане также обеспокоены и переживают за сохранность этих объектов. И поэтому обеспечение общественного порядка, сохранность территории, поддержание их в таком виде, каким мы увидели 20 августа, конечно, это задача и ответственность многих служб и жилищно-коммунального хозяйства, потому что нужно поддерживать чистоту и порядок органов внутренних дел, потому что нужно обеспечивать общественную безопасность на этих территориях. Урожай с высоту трехэтажного дома. Местный садовод вырастил гигантский подсолнух, его высота почти 5 метров. Моя коллега Алсуар Сланова посмотрела на чудо-растения. Новой забавой для Григория Ивановича стало измерение своего подсолнуха. Для этого он даже сооружил специальное приспособление. Каждый сантиметр отмечен на псевдо-растомере. Сегодняшний результат превзошел все ожидания. Попо-сельмерка выросла еще на 20 сантиметров. Сейчас 470 ушло. За две недели выросла на 20 сантиметров. Увидев этого гиганта, сразу вспоминается сказка Джека «Волшебные бобы». Создается впечатление, что этот подсолнух тоже сможет вырасти до самого неба. Вот только здесь семена самые простые. Хозяин за свои 75 лет такое растение видит впервые. И недоумевает, как это могло произойти. Все посадил, я сам лично руками. Вот так, здесь, что вот здесь. Вот, видите, один еще целый остался. Вот один только вырос, остальные все нормально. Отчего, не знаю. А семена где купили? Семена свои. Когда-то прошлый год на семена. Прошлый год не. Кроме небывалой высоты, это растение отличается и тем, что на одном стебле появилось сразу 25 головок. Половину из них Григорий Иванович уже срезал. Ведь они добавляют вес и склоняют стебель вниз. У этого подсолнуха очень мощный ствол и большие листья. Но вот семена еще не готовы. И в этом году они, скорее всего, не успеют созреть. Но урожай для Григория Ивановича сейчас уже не важен. Им руководит азарт. Он хочет узнать, насколько еще сможет вырасти подсолнух. Алсуар Сланова, Ринат Харасов, Новости НТР. Малообеспеченным первоклашкам Нижнекамска передали констовары в преддверии Дня знаний. Такой подарок им сделали молодожены. В управлении ЗАГС подвели итоги акции «Помоги собраться в школу». Один из последних подарков от новоспеченных супругов Курашовых. В день своего бракосочетания они подарили многодетной семье ранцы со школьными принадлежностями. Как отметили молодожены, они решили принять участие в акции, чтобы начать семейную жизнь с доброго дела. Когда сказали про эту акцию, то есть у моего мужа вообще даже не возникло вопросов по этому поводу. То есть с радостью решили принять участие. Для управления ЗАГС эта акция проводится не впервые. Уже несколько лет подряд проводится благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Кроме этого, у нас стали традиционными акциями с участием молодоженов. В прошлом году мы дарили ледянки, в этом году на день семьи мы дарили книги детскому дому, социальному приюту «Балкыш». В этот раз мы решили собирать не денежные средства, а канцелярские товары. То есть гуманитарную помощь в виде школьных принадлежностей к новому учебному году. Комполянцы отметили день рождения своего маленького города. Ебу исполнилось 34 года. Мой коллега Александр Комаров проникся атмосферой уютного праздника и расскажет, что было подготовлено для жителей и гостей прямо сейчас. Комполянцы начинают праздновать день города с парада. Из года в год шествие становится красочней, а зрители, которые хотят посмотреть на гордость своего поселка, собирается все больше. Врачи, учителя, работники торговли и спасатели, спортсмены и многие другие прошлись колонной. Участвуют в различных республиканских и всероссийских творческих и интеллектуальных конкурсах. Ну и какой праздник без награждений? Лучшим работникам различных отраслей вручили почетные грамоты и благодарственные письма. А педагоги получили нагрудные знаки за заслуги в образовании. Я желаю мира, добра, процветания, чтобы Камские поляна всегда был прогрессивным, растущим молодым городом. Камские поляна находятся в самом красивом месте республики Адарстан. У вас прекрасная природа, у вас прекрасный город, у вас проживают прекрасные люди. Поэтому я считаю, я уверен, что и у вас прекрасное будущее. С праздником! Этот праздник стал настолько родным, что проводится уже в районном масштабе. На день рождения Камских полян приезжают люди из соседних деревень и те, кто когда-то переехал в другие города. Хорошо праздник. Да, очень нравится. Молодцы. И выступает хорошо, и парад хороший. В общем, нормально, хорошо. Молодцы. Жить дальше человек. Хорошее настроение, очень хорошее. Праздничное настроение. Мы очень рады, что бывает такой праздник, что народу очень много. Всех красиво одеваются, общаемся, видите, вот. Так что все хорошо, все хорошо. Мы любим людей, люди любят нас. Праздник, классно все. Праздники, всегда для меня праздники. Что пенсионеру еще надо? Придешь, мы живем здесь не долго, 6 лет всего, но мне здесь так понравилось. Здесь очень дружно, очень коллективно и очень даже приятно. Здесь умеют люди праздновать. Для комполянцев в честь праздника была организована обширная программа. Дети могли участвовать в шоу мыльных пузырей. Девочки активно делали аквагрим, мальчики стреляли в тире. А для молодежи провели праздник красок в холле. Ой, ты моя маленькая. Александр Комаров, Рафаэль Ракипов, Новости НТР. Завтра в Татарстане отметят День Республики. В преддверии этого праздника, а также Дня Знаний, сотрудники ГИБДД провели профилактическую акцию «Вместе за безопасность». Ее цель – привлечь внимание водителей на дорогах в дни массового скопления детей. Сегодня юные нижнекамцы раздавали автолюбителям информационные памятки, где указаны правила дорожного движения. А так как завтра праздничный день, в придачу водители получали шарики и ленточки с триколором Татарстана. В последнее время в Нижнекамске участились количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в рамках которых призываем водителей быть предельно внимательными, так как заканчиваются летние каникулы и дети возвращаются в город, из деревень и загородных лагерей, подзабыв правила поведения на дороге. В итоге все это приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Обращаемся ко всем водителям, соблюдать скоростной режим и пропускать пешеходов на пешеходном переходе. С наступающим праздником жителей Татарстана поздравил Рустам Миниханов. Глава республики отметил, что сейчас в Татарстане реализуется несколько десятков масштабных программ, а жители республики все чаще проявляют личную сопричастность к реализуемым проектам. Татарстан и татарстанцы всегда были сильны командным духом. Это позволяло и позволяет ставить перед собой самые амбициозные задачи. Решать их совместным трудом, творчески, с присущими нам убежденностью и напором. Это то, что делает нас сильными и позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день. Конец цитаты. О Нижнекамце в Днем Республики поздравил Айдар Медшин. Нижнекамск живет и развивается в едином ритме со всем Татарстаном, являясь точкой экономического роста нашего региона. Этот праздник – символ единения мира и согласия народов многонационального Татарстана. «В этом основа развития, успеха и процветания нашей родной республики. Понимая и поддерживая друг друга, мы реализуем масштабные проекты и добиваемся высоких результатов», отметил в своем обращении мэр города. Кстати, в Нижнекамский День Республики отметят сразу на двух площадках. В 15.00 в городском парке «Семья» пройдет праздник мороженого. Организаторы раздадут тысячу порций холодного лакомства. В это же время все желающие могут принять участие в мастер-классах по художественной росписи. Параллельно в парке «Чтение и отдыха» имени Габдулы Тукая пройдет праздник национальных культур. Мероприятие будет посвящено всем проживающим в Татарстане национальностям. Еще один праздник двора отметили в Нижнекамске. Долгожданный ремонт дорог, тротуаров, бордюров праздновали жители дома по улице Тихоле-9. Подробности в сюжете Алсур Ахматулины. Капитального ремонта жители дома ждали 30 лет. Теперь здесь идеальные дороги, отремонтированы предподъездные площадки, тротуары и появилось несколько парковочных мест. Посмотреть на то, как преобразился двор и поздравить жильцов приехал действующий депутат Госдумы Айрас Хайролин. Хочу пожелать вам, чтобы этот день стал традиционным праздником, ежегодным праздником, когда вы собираетесь во дворе и, может быть, где-то деревья посадите, может быть, где-то подстрижете растущие деревья. То есть это ваш двор, это ваша родина. Я вас поздравляю с тем, что родина жива, двор жив, куча детей, пускай всегда здесь будет детский смех. Организаторы подготовили концертную программу, а во время торжественной церемонии наградили активных жителей двора и работников Дома управления. Двор хороший, красивый. Я просто могу сравнивать, что было раньше, что сейчас. Это очень большая разница. Все дороги были выбитые. Здесь вот у нас река по дороге текла. Ни машины, ни дети не могли пройти здесь. В общем, воды много очень было. А сейчас ремонт сделали. Вообще красота стала. Двор стал отличный. Ремонт такой сделали. Все красиво, все хорошо. Работа по ремонту дорог скоро закончится и в других городских дворах. В этом году впервые на ремонт было выделено почти полмиллиарда рублей. Капитально будет отремонтировано свыше 100 дворов. Алса Архматульна, Максим Липин, Новости НТР. Изобилие товаров и приятные покупки ждут горожан на всероссийской ярмарке. Она пройдет в Нижнекамске с 14 по 18 сентября в спортивном комплекте «Шинник». Впервые она состоялась в прошлом году. Вторая по счету ярмарка станет еще интереснее, а товары разнообразнее. В ней примут участие порядка 80 компаний из России. Нижнекамцы смогут приобрести оригинальные мясные и рыбные деликатесы, сыры, молочную продукцию, растительные масла, специи, чай, мед и сладости. Помимо этого можно будет купить одежду и аксессуары, косметику, оздоровительную продукцию. Покупателям будут предложены различные товары для дома. Приятным дополнением к покупкам станет розыгрыш бытовой техники от организатора выставочного центра «Удмуртия» и подарков от участников ярмарки. Добро пожаловать на ярмарку. НТР продолжает эстафету поздравлений Нижнекамска с полувековым юбилеем. В акции уже приняли участие сотни горожан самых разных профессий и увлечений. Поражает оригинальность, с которой они поздравляют наш город, предлагая посмотреть, как это сделали сотрудники Акбарсбанка. Пусть наш город будет всегда цветущим и красивым, а жизнь каждой семье наполнит душевным теплом, радостью и благополучием. Поздравляем! Эстафету мы передаем Акбарсбанку. Продолжение следует... Продолжение следует... С днём рождения Нижнекамска! Коллектив Нижнекамского отделения Акбарсбанк эстафету поздравлений передает коррекционной школе-интернат для слабослышащих детей. В завершении выпуска хочется ещё раз поздравить горожан с наступающим Днём Республики. Завтра в Татарстане выходной день, потому своё вещание наш телеканал возобновит в среду, 31 августа. А пока я передаю слово Кириллу Давкаеву, который расскажет нам о последних новостях в мире спорта. Здравствуйте! Пожалуй, самым громким событием встал Кубок мира по хоккей среди молодёжных команд. Директор занял второе место. Но отчего нашим ребятам не хватило до золота, расскажу о своём блоге через пару минут. Спасибо большое! Ну а я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире НТР. В Нижнекамске завершился Кубок мира по хоккей среди молодёжных команд. Как футбольный нефтехимик встретил Кубань? Об этом и не только сразу после рекламы. Кубок мира по хоккей среди молодёжных команд. Раковина ширина 50 сантиметров 2290 рублей. Зеркало-шкаф 50 сантиметров 1 990 рублей. Стройландия. Магазин низких цен. Техноколор предлагает беспроцентную рассрочку. Пластиковые окна всего за 85 рублей в день. Подробности по телефону 45 68 88. Жизнь часто ставит нас в тупик, проверяя на прочность. Теплоизоляционные материалы Пеноплекс доказывают надёжность каждый день. Пеноплекс. Ручная основа тёплого дома. Пеноплекс в Нижнекамске. Первопроходцев 14А. База стройматериалов БСМ ВИСТ. 8 987 219 1556. С праздником, дорогие нижнекамцы! Будьте здоровы и счастливы! Ваша автошкола «Автоледи». Только в августе стоимость обучения с вождением 19 500 рублей. Телефон 8 917 879 35 35. Нижнекамский сварочно-монтажный колледж объявляет набор на курсы водителей категории «Б». Медосмотр в подарок. И курсы по профессиям сварщик-повар. Срок обучения 4 месяца. Телефон 36 84 45. Ремонтируем компьютеры, ноутбуки, принтеры. Покупаем БУ-компьютеры на запчасти. Магазин «Сервисный центр Технарай». 36 33 40. Компьютеров 30 50 30. Почему я звоню 077? Потому что некоторые проблемы решаются только после вмешательства журналистов в НТР. Вот мне сделали перерасчет. После сюжета устранили потом. Большое спасибо вам, что нас услышали. Бояре, господа, вам на ярмарку, сюда! Здесь у нас не тары-бары, всероссийские товары! Выставочный центр «Удмуртия» представляет с 14 по 18 сентября всероссийскую ярмарку в Нижнекамске. Вкусные продукты и оригинальные товары для всей семьи. Ждем вас в спорткомплексе «Шинник» на Гагарина 32. Вот это да! Только 10 дней! С 21 по 31 августа. Скидка 20% на весь ассортимент смесителей. Успей купить с выгодой. Магазин «Тысяча мелочей». Проспект «Мира» 105А. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. Завершился Кубок мира по хоккей среди клубных молодежных команд. Реактор стал серебряным призером. В финальном матче подопечный Александра Соколова скрестили клюшки с Ярославским Локу. О том, как это было, смотрите далее. Яркому хоккейному противостоянию предшествовало красочное представление. Как и на церемонии открытия, лёд раскрасило лазерное шоу. Зрелище получилось подстать грандиозному по своим масштабам событию. Еще до начала турнира Локу считался безоговорочным фаворитом. Однако, эту встречу сильнее начали нижнекамцы. Уже на старте поединка гости получили удаление. За что и поплатились. Игрок реактора Арсен Хисамуддинов точным броском поразил ворота железнодорожников. Как окажется впоследствии, эта шайба станет единственной для хозяев площадки. А вот ярославцы забьют и не единожды. На восьмой минуте за сдвиг ворот штраф получил вратарь реактора. В большинстве Локу сравнял счет. Спустя несколько минут хозяева схлопотали еще одно удаление. И вновь ярославцы наказали нижнекамцев за такую расточительность. Начало второго периода знаменовалось удалением встания ярославцев. Реактор попытался сравнить отсчет. Наши хоккеисты создали несколько моментов ворот Карсоткина, но забить не получилось. Зато это получилось сделать у игроков Локу на 28-й минуте. 3-1 в их пользу. Шайбу забросил Иван Романов, номер 13-й. В концовке периода последовали удаление встания гостей. Заключительную 20-ти минутку реактор начал, имея численные преимущества. Несмотря на большинство, реализовать голевые моменты у нижнекамцев не получилось. Когда составы стали равными, Локу забил еще. А на экваторе третьего периода ярославцы и вовсе довели дело до разгрома. 5-1. Этот счет и стал финальным. Локу – обладатель Кубка мира среди молодежных команд. Выбирай его. Все, он твой. Первый период очень тяжелый был. Это удаление, которое вначале. Если бы забили больше, неизвестно, что бы могло случиться. Выставили, выдержались и потом реализовали свои моменты. Было очень интересно играть. А то, что выиграли, это, наверное, не знаю, но это очень здорово. Эмоции прямо перехлестывают. Реактор – серебряный призер турнира. По ходу состязаний нижнекамцы сумели переиграть сверстников из Чехии, Словакии, Латвии и Финляндии. Второе место на международном старте – высокий результат. Что такое игра? Сумма, единобор. Словак сегодня нас в этом компоненте переиграл полностью. Борт мы проиграли, уступили. И потом такие голы из-за ошибок получили. Уже какое-то неверие в себя пошло. Лох раскрепостился. И был уверенно. Хорошо. Поэтому они победили заслуженно, без всяких вопросов, без комментариев. Надеялся я, что счет не будет таким большим. Но случилось так, как случилось. Но тем не менее, я думаю, серебряные медали ребята вырвали, молодцы. Я им благодарен за характер, за дух. Еще одним приятным моментом для нашей команды стало признание Рафаэля Бекмолина лучшим нападающим турнира. Не смогла порадовать своих болельщиков и основная команда. Нефтехимик с поражения стартовал в новом сезоне континентальной хоккейной лиги. В Тольятти нашими соперниками стали игроки местной лады. Счет броском от синей линии открыл защитник нефтехимика Иван Лекомцев. Ход игры Тольятти переломили на 23-й минуте. С интервалом в 15 секунд в воротах Ивана Лесутина побывало две шайбы. В концовке второго периода нефтехимик играл в большинстве, но лада выстояла. Сократить разрыв нижнекамцы могли в концовке и третьего игрового отрезка. На 59-й минуте судьи назначили в ворота лады булит, который Рихард Гюнге не смог реализовать. Итог 1-3 поражения нефтехимика. Перейдем от хоккея к футболу. Неудачная серия нефтехимик и белая полоса Кубани. В Нижнекамске в рамках 10-го тура фонда первенства России по футболу подопечные Рустема Хузина принимали краснодарскую Кубань. К этой игре Кубань за предыдущие 9 матчей лишь один же смогла почувствовать вкус победы. Причем на выезде. Потому в Нижнекамск подопечные Дана Петреску приехали в полном обундировании и настроем на заветные три очка. Ничья не устраивала и нефтехимик, не выигрывавший до этого два матча к ряду. Кубань начала игру с контратакой буквально на первых секундах предприняла попытку взятия ворот Александра Самохвалова. Выходы к своим воротам Кубань пресекала куда удачнее Нижнекамцев. Не удалось переиграть краснодарцев и в верховой борьбе. Все же более ростые соперники преуспели в этом больше. Нефтехимик несколько раз попытался пробить голкипера желто-зеленых, но близко к воротам наших футболистов не подпускали. Переломным моментом первого тайма можно назвать его экватор. На 24-й минуте контратака гостей все-таки завершилась успехом. После забитого мяча гости отошли на свою половину, дав нефтехимику возможность играть первым номером. Под занавес игрового отрезка химики нанесли несколько ударов в створ ворот команды гостей. Сначала с дальней дистанции отличился Маляка. А после Богдан Байчук не сумел отправить мяч под перекладину. С первых минут второго тайма Рустам Хузин решился на замену и выпустил на поле лучшего бомбардиры команды Леонида Решетникова. А спустя 10 минут на поле появляются Чадов и Галиакберов. Кубань действовала увереннее и на 58-й минуте гости удвоили счет. Вскоре судья назначил штрафной, выполнять его вышел Решетников. И тут ставка тренерского штаба сыграла. С 30 метров нижнекамский полузащитник сократил вставание в счете до минимума. Взаимные выпады продолжились и в одной из многочисленных контр-атак форвард гостандарцев упрочил преимущество своей команды. В дополнительное время химики решили пойти в атаку, но упустили мяч и Кубань сработала хладнокровно, забив в сторону ворот Александра Самохвалова четвертый мяч. Если в первом тайме соперник за счет рослых футболистов типичный навал, типичный просто. Мы и разбирали эту игру, смотрели, высокорослые футболисты. Очень много выигрывают верховой борьбы. Нам, конечно, с ними тяжело было бороться. Очень рад победе. Мы связали две игры двумя победами. Игра неприятна, что играли против крепкого соперника, который почти не пропускает бол. Мы с Ноллией забили четыре мяча. И я надеюсь, что моральное наше состояние улучшится после этой победы. Следующим соперником химика станет Спартак Нальчик. По итогам десятого тура турнирная таблица первенства претерпела значительные изменения. Сейчас положение команд выглядит следующим образом. Нефтехимик продолжает сдавать позиции. Поражение от Краснодарцев откинуло Нижнекамцев на десятую строчку. Кубань, в свою очередь, наоборот, полномерно движется вверх, подкрепляя свои амбиции победными матчами. В пятерке лидеров также произошли изменения. Если Динамо и Тос на свои позиции сохранить смогли, то Воронежский факел после поражения от Мордовии ушел на четвертую строчку. Освободившееся третье место занял «Зенит-2» на домашней арене, обыгравшей Владивостокский луч энергии. На сегодня у меня все. Смотрите далее. Далее в эфире «НТР» прогноз погоды на предстоящую неделю. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 400770, а также посредством сайта interdefiz24.ru. До встречи в эфире. Погода в Нижнекамске на 30 августа. Ночью 10 градусов ясно. Утром 14 градусов, пасмурно. Днем 20 градусов, облачно. Вечером 17 градусов, ясно. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Ветер южный до 5 метров в секунду. Влажность воздуха 41%. Субтитры предоставил DimaTorzok 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 Субтитры предоставил DimaTorzok